29 тысяч договоров займа на 235 миллионов рублей оформили в ломбардах за 9 месяцев прошедшего года жители Тверской области. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, это меньше на 8,6%. Зато средняя сумма займа немного выросла и составила почти 8 тысяч рублей. Подробности далее. Ломбарды, судя по всему, понемногу теряют свою популярность. По крайней мере, у жителей Тверской области. По данным регионального управления Центробанка, количество заемщиков, имеющих действующую задолженность перед этими организациями, сократилось в минувшем году примерно на тысячу человек по сравнению с 22-м. Клиентами ломбардов являлись более 4 тысяч жителей нашего региона. И основной долг их задолженности составлял около 47 миллионов рублей. При этом Центробанк плотно работает с областным УФАС и следит за деятельностью Тверских комиссионных магазинов, а также ломбардов. Регулятор отмечает, что нередко те позиционируют себя под различными вывесками, а по факту не имеют разрешения на ведение такой деятельности. К примеру, в одном из торговых центров Твери автоломбард предлагал денежные средства под залог машин. При проверке этих данных антимонопольным органам по заявлению Банка России выяснилось, что данная организация не имеет соответствующего права. Она исключена была из реестра и утратила право оказывать финансовые услуги, тем более их рекламировать. В этой связи в ЦБ напоминают жителям Верхней Волжи о необходимости удостовериться в легальности компании, предлагающие финансовые услуги. Это можно сделать на сайте Банка России, в разделе «Проверить финансовую организацию» или в мобильном приложении ЦБ онлайн. Кроме того, это можно сделать в Государственном реестре ломбардов. Напомним, что на данный период в регионе официально зарегистрировано 11 таких организаций. Субтитры создавал DimaTorzok